Выбор будущей профессии для школьников начинается уже сегодня. Билет в будущее федеральный проект с говорящим названием реализуется в Югре при поддержке фонда гуманитарных проектов и Министерства просвещения России. Региональный его оператор Сургутский полихнический колледж. О том, как сегодня проходят современные занятия, которые помогут старшеклассникам определиться с выбором будущей профессии, узнала Елена Каткова. Все мы с вами знаем, да, звонки. Здравствуйте, вам звонят из банка. С вашего счета пытались на деньги. Назовите код из СМС. Как не попасться на уловки мошенников, об этом подробно в образовательном направлении «Безопасная среда», актуального на сегодня. Школьники разбились на команды, пытаются решать задачи квеста и отвечают на заданные вопросы на тач-панелях. Получают заветные бонусы. Да, мне очень интересно. Это многопознавательная программа. Сейчас проблема в том, что мы не можем выбрать профессию. И этот проект нам помогает. Все тут ребята стоят и выбирают свою профессию. Там же, в тем числе и я. Мне больше нравится юриспруденция. И я хочу развиваться в этой сфере. Здоровая, креативная, комфортная среда. Всего 8 направлений. На первом этапе ученики пройдут онлайн-диагностику, а затем профессиональные пробы. Специально для этого на территории исторического парка организует пространство, где подростки могут попробовать себя в роли педагогов, врачей и других специалистов. Наша задача на уровне смыслов дать ребятам возможность, ну так скажем, обозреть весь спектр предлагаемых профессий сегодня и в будущем тоже. Поэтому это, конечно, несомненно, очень важно. У нас просто есть такие ребята, которые приходят и говорят, я уже знаю, кем я буду, мне это уже не надо, мне не интересно. А потом выходят и говорят, ничего себе. Программа «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». Бесплатно раннюю профориентацию получают школьники 6-11 классов. Они смогут приобрести начальные профессиональные компетенции, а также индивидуальные рекомендации для построения будущего образовательного маршрута. Сургутский политехнический колледж является оператором по Ханты-Мансийскому автономному округу и содействовало под этим проектом 6 площадок в Ханты-Мансийском автономном округе, где дети должны будут на платформе «Билет в будущее» пройти тестирование и профессиональное самоопределение. К федеральному образовательному проекту планируют привлечь свыше 4 тысяч учеников из 90-х школы округа в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Советском и Нефтьюганске. Программа продлится до конца ноября. Елена Коткова, Роман Турбин, Вести Югория, Сургут. Продолжение следует...